Если жарю картошку, то только так. Картошка получается с хрустящей корочкой, мягкой серединкой, очень вкусная. Все хитрости в этом рецепте. Первым делом очищаю картофель от кожуры. Картофель должен быть специального сорта для жарки, достаточно крахмалистый и не темнеть во время обработки. Его нужно хорошо промыть, бумажным или кухонным полотенцем убрать с каждого клубня влагу и сложить в отдельную миску. Нарезать картофель на одинаковую соломку, примерно пол или один сантиметр в толщину. Не должно быть сильно тонкой или сильно толстой соломки. При нарезке картофеля образовался картофельный сок, его нужно убрать бумажным полотенцем. Разогреть сковороду с толстым дном на среднем огне. Вылить всю порцию масла. Масло должно покрывать дно сковороды. Выливаем масло один раз, больше не добавляем. Как только прогрелось масло, выкладываем аккуратно картофель не больше чем в два слоя. Жарим картофель на среднем огне. Картофель не должен подгорать. Переворачиваем спустя 3,5-4 минуты, как только нижний слой стал золотистого цвета. Масла должно быть в картофеле достаточно. Дополнительно мы не подливаем холодное масло, это испортит процесс жарки. Переворачиваем картофель на те грани, которые еще не поджарены. Сокращаем время жарки еще на одну минуту, поэтому жарим следующие грани 3 минуты, 2 и 1 минута соответственно. Чтобы картофель был хрустящий, крышку мы не используем. Снять картофель в конце нужно шумовкой, чтобы лишнее масло осталось на сковороде или же выложить на бумажную салфетку или бумажное полотенце. Солить картофель лучше уже в тарелке, чтобы лишний раз не перемешивать его с маслом в сковороде. Приятного аппетита!